Привет! Наконец-то настало время поговорить с вами о таймерах. В Ovenlogic их 5 штук, и для того, чтобы разобраться с первыми тремя, я сделал небольшой стендик. На его примере мы поговорим о таймерах TO-N, TO-F и TP. Как вы можете видеть на этой схемке, выходы, программируемые в реле, подключены ко входам через таймеры. Ну и давайте разбираться с ними по порядку. В цепи первого входа и первого выхода работает таймер TO-N. Это таймер с задержкой на включение, и в его свойствах я задал длительность этой задержки в 3 секунды. Получается, что если я включаю первый вход, выход включится не сразу, а только спустя 3 секунды. Выключаются они одновременно. При этом, если я включу вход и не дождавшись включения выхода, выключу его, в следующий раз отсчет задержки начнется сначала, и таймер, соответственно, отсчитает полностью все 3 секунды. Второй выход подключен ко входу через таймер TO-F. Это таймер с задержкой на выключение, но и длительность задержки я в настройках задал такую же, как и в первом случае, 3 секунды. Как это работает? Если я включаю вход, выход включается сразу, но выключаться он будет с задержкой относительно выключения входа в указанное мною время. В моем случае это 3 секунды. Ну и точно так же, как в первом случае, если я успею включить вход до того, как таймер отсчитал 3 секунды задержки, заданной мной, то выход не выключится, и в следующий раз отсчет задержки начнется с нуля. Таймеры TO-N и TO-F обычно используются, когда нужно разнести несколько объектов друг относительно друга по времени их включения или выключения. Например, у вас есть две кнопки «Пуск» и «Стоп». Вы нажимаете на кнопку «Пуск», у вас в системе запускается циркуляционный насос, а котел запускается спустя 5 секунд. Нажимаете на кнопку «Стоп», котел отключается сразу, а циркуляционный насос только спустя время выбега. Ну, например, 3 секунды. Ну и третий таймер – это таймер TP. По сути, это генератор импульса заданной длительности. В моем случае я в настройках указал длину импульса в 5 секунд. Нажимаем на кнопку, выход включается, работает 5 секунд и без дополнительных команд выключается. При этом во время генерации этого сигнала таймер никак не реагирует на нажатие кнопки. То есть вы его запустили, он отработает строго указанное время и выключится самостоятельно. Используется этот таймер в основном для запуска каких-то исполнительных механизмов на заранее известное время. Ну, например, для того, чтобы запустить по какой-либо команде насос на 15 секунд. Еще стоит отметить, что для работы таймеров T1 и T1 требуются длительные по времени сигналы. А вот для запуска таймера TP достаточно короткого импульса. Поэтому в связке с ними часто используются детекторы фронтов и триггеры, о которых мы будем говорить в следующем ролике. Ну и в самом начале я сказал, что таймеров 5. Оставшиеся два, Clock и Clock Week, это так называемые интервальные таймеры. Они позволяют вам работать с часами внутреннего времени PR-ки. В их настройках можно задать дату и время включения выхода и дату и время его выключения. Если вы будете эти параметры задавать полностью от месяцев и до секунд, то получите таймер, который работает ежегодно. Таким образом можно реализовать выбор летнего и зимнего коэффициентов, например, добавив к выходу таймера селекторы. При этом можно также поиграться с настройками и, например, отключить использование месяцев и дней. В этом случае вы получите таймер, который будет срабатывать ежесуточно, и таким образом можно выбирать, например, дневную и ночную уставку в системе отопления. Для таймера Clock Week можно также настроить так называемую маску дней недели. Тогда, помимо даты и времени включения входа и выхода, вы будете еще указывать, в какие дни недели таймер работает, а в какие нет. Таким образом вы можете сделать таймер, работающий только по будням или только по выходным. Ну вот, вроде таймеры и кончились. Пожалуйста, не забывайте, что нам очень приятно, когда вы оставляете комментарии под нашими видео, и подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok